Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Александра Кайгородцева и канал Секреты Закрытной Жизни. Сегодня мы находимся в одной из наших рабочих теплиц. Здесь у нас в этой части теплицы располагаются маточники. Но говорить мы будем опять о черенковании. Какими бы специалистами мы не были, как бы ни была у нас набита рука, какими бы лучшими материалами для черенкования мы не пользовались, всегда бывают какие-то провалы. То есть провалы периодически случаются. Периодически мы совершаем ошибки и не получаем стопроцентное укоренение. Вот об этих основных ошибках я сегодня и расскажу. Говорить о том, что маточники должны быть хорошо накормлены, стоять на достаточном расстоянии друг от друга, я, наверное, особо не буду. Это вроде как бы само собой разумеющиеся вещи. Я расскажу о тех моментах, которые бывают незаметны на первый взгляд, но именно они влияют на результат. Вот на стеллаже у нас стоят маточники, дружно, в ряд. Подходи с секатором и бери черенки. Но давайте посмотрим на грунт. Вот здесь он у нас влажный, а здесь пересохший. Вот я бы с такого растения черенки брать не стала. Для начала нужно полить. Желательно, чтобы растение успело эту влагу впитать и черенковать только на следующий день. Ну, а уж если у нас растение вовсе потеряло тургор, повесило все свои макушки, тогда мы вот вообще абсолютно точно ни в коем случае черенки не берем. Они приживаться не будут. Если мы не уследили, и маточники наши стоят очень плотно и дают очень много побегов, то мы, конечно, хотели бы взять их все на черенки, но делать этого не стоит. Вот эти вот побеги, которые растут внутри куста, которые тоненькие, слабые, света практически не видели, их брать не стоит. Они, если и будут укореняться, то гораздо хуже. Что можно в этом случае сделать, чтобы не терять вот эти вот побеги? В первую очередь мы возьмем на черенки крупные сильные побеги. Мы их срежем, тем самым мы проредим вот эту крону. Ну и на недельку-другую это растение оставим в покое. За это время вот эти побеги, как раз тоненькие, которые были в тени своих больших собратьев, они окрепнут, и тогда уже можно будет их взять на черенок. Следующий момент. Подкормка маточников только азотными удобрениями, для того, чтобы быстрее пошла масса. Это тоже плохо работает. Вот в этом случае, когда мы используем только азот или большую часть азота, не комплекса, вот в этом случае черенки тоже, они очень быстро загнивают. Даже если мы в идеальных условиях их берем, температура, влажность, все соблюдается. Но маточник перекормлен азотом, черенок, как правило, будет плохо укореняться, будет загнивать. При черенковании очень важна температура, причем этот фактор, он многогранен. То есть нам нужна не какая-то одна температура, только, например, во время черенкования, но и во время взятия самого черенка. Черенковать лучше всего ранним утром, когда растение отдохнувшее, не перегретое, тогда и черенок будет хорошим. И еще важный момент. Ни в коем случае черенок не должен пересохнуть, поэтому мы черенок, не черенок, хлыст срезаем, ставим в ведро с водой и уходим черенковать в прохладное подсобное помещение. То есть здесь в теплице мы стеллажи с черенкованием не размещаем, потому что здесь очень жарко. И температура при самом укоренении тоже очень важна. Она не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой. Самое главное, не должно быть перепадов. Если будут большие перепады, будет разница между дневными и ночными температурами. Днем жарко, ночью холодно, то тоже черенок будет загнивать. Ну и просто, если будет очень жарко, если будет интенсивно светить солнышко, то черенок будет просто гореть, гореть и преть. Обязательно следим за влажностью воздуха и грунта. Причем мы не поливаем ежедневно грунт, а именно опрыскиваем по листу. То есть грунт переувлажнять не надо. А вот влажность воздуха должна быть высокая. Здесь вот она достаточная, здесь даже собирается конденсат. Очень важно выбрать и стимулятор для укоренения. Его концентрация должна соответствовать степени одревеснения вашего черенка. Например, если мы берем стимулятор для черенкования кустарников, то предполагается, что черенок будет вот такой плотный. А если мы им будем черенковать вот такую мягкую макушку, то скорее всего этой концентрации будет много. Черенок тоже может подгорать. Следующая ошибка связана с адаптацией черенков. Когда мы получили хороший результат, у нас все 100% укоренилось, но мы начинаем адаптацию или проводим ее не совсем правильно. Слишком сильно сразу открываем парник или открываем его в жару, и тогда черенки начинают вянуть, терять тургор и могут даже погибнуть. Небольшой объем ячейки чреват тем, что растения моментально пересыхают. Можно просто не уследить и потерять целую партию. Поэтому лучше кассеты с черенками размещать на капиллярных матах, под туманом или в поддонах. При черенковании летом очень важно следить за уровнем освещенности. Это связано и с температурой. То есть если у нас светит ярко солнышко, если у нас солнечный жаркий день, то и температура в парнике будет подниматься мгновенно, и черенки будут гореть. Поэтому используем какие-то затеняющие материалы. И конечно очень важен инструмент, которым вы работаете. Он обязательно должен быть острым. Он не должен рвать края черенка. И по возможности его нужно дезинфицировать после каждого куста, после каждого растения. Но хотя бы после каждого сорта, чтобы не разносить вирусы, не разносить инфекции. В этом видео я перечислила основные ошибки при черенковании, с которыми чаще всего сталкиваемся мы. В комментариях поделитесь вашим опытом, расскажите, что вам мешает получить 100% укоренение. Ну и спасибо вам за просмотр. Всего доброго. До скорых встреч.